И удивительным образом Роберт Ливандовский не попадает в створ ворот. Но вот, пожалуй, первая атака Баварии в этом матче. Поверьте, уж мне, да, по-настоящему такая хорошая, высокая линия обороны Падерборна. Великолепный проникающий пас от Филиппе Коу. Здесь достаточно много футболистов, которые играли в третьем немецком дивизионе. Сейчас они уже против Баварии. Конкуренция, еще одна опасная атака Баварии. И здесь снова неточный удар. То есть Бавария бьет крайне опасно, но в створ ворот не попадает. То есть сами атаки получаются отличными. И Бавария пользуется, опять же, свободными зонами. Мостер Альфа Рамбек. Пас штрафную, нет положения в ней. И опять прекраснейшая передача бразильца. И вот здесь уже Гнабри не ошибается. 15-я минута. Технично Серж Гнабри. Переправляет мяч в ворота Падерборна под Янником Утом. Но какой же пас выдал Филиппе Коутиньо. Ради этого бразильца приобрела Бавария. Пусть пока в арену, тем не менее. Ну и снова до... Того же Филиппе Коутиньо в традиционном баварском костюме. Кожаных шел. Известные высказывания Креты о маловажных вещах. Подбор за Баварией. И поехала опорная она. Ливейра Соуза подает во вратарскую. Но, наверное, там сложно было мяч закручивался. Все-таки в одном из двух матчей. Может быть, сыграть. И Йохим Лев заявил, катил. Чуть назад. Кимих. Какая передача. Гнабри. Красота. И вот если в прошлом матче Филиппе Коутиньо дали исполнить 11-метровую, то в этой встрече еще более простую задачу. Поставили перед бразильцем. Забить в пустые ворота с нескольких метров. Но комбинация хороша. И пас Йозуа Кимиха просто на загляденье. 0-2 на 55-й минуте. Бавария увеличивает свое преимущество. Это баварские болельщики. Вы слышите там пение. Это короткий выезд по расстоянию в Аугсбург. Удар поворотом. И Падерборн забивает. И в этой встрече на 68-й минуте как раз Прегер вышел на замену. Свой первый мяч на уровне первой Бундеслиги. И сразу в ворота Баварии. Вот это красивая, конечно, история. Красивый дебютный гол. И времени полно. И все-таки поймали Баварию на несогласованности по обороне. Футболисты Падерборна. И обнадежный Штефен Баунгард на ногах. Впрочем, он до того не садился практически. Что где-то после Нового года уже Сане в строе вернется. Входная зона справа. Антви Аджей. Решил пробить. Но в ближний угол. Покупать ли Паутине или покупать Сане. А вот это Роберт Ливандовский. Один на один выходит. И забивает все-таки. Роберт все-таки забивает. Сегодня свой гол на 79-й минуте. 1-3. Падерборн. 10 минут после забитого мяча очень активно атаковал. Приближался к чужим воротам. Бил по ним. Не слишком опасно. А дальше Бавария вернула себе подача. Нет. Не дают баварцам пробить. Вот отсюда. Вот это гол. Вот это гол Джамилу Коллин за метров с 30-35. И врасплох он застает Мануэля Нойра. Но это фантастический совершенно по силе и по точности удар. Это, конечно, мяч на ногулек, что называется. Это, конечно, и доля везения. Но опять ведь Падерборд приближается к Баварии на расстоянии всего в один мяч. И последняя третья замена. Субтитры создавал DimaTorzok